Звозащитные организации 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 Ну вот, пожалуйста, мы только сейчас услышали, что ее нужно снять. Еще есть время для того, чтобы доработать эту программу. Есть еще время. В эту программу можно вносить изменения хоть в течение года, хоть сколько. Вы знаете, немножко нас пораживает. Вот мы сейчас примем, а вы потом работаете над изменениями. Это немножко странно звучит, как минимум. Вам не кажется? Вы задайте вопрос, пожалуйста, Ларисе Владимировне. Что по программе? Почему выбран был именно этот тип работы на 18,5 миллионов? Если в Украине есть другие модели, которые стоят существенно дешевле и гораздо более гуманные и опробованные на практике. Почему вы выбрали именно этот метод? Вы можете это мотивировать? Дороже в 10 раз и хуже. Почему? Объясните, что вы имеете в этом модели. А какие модели? Я про какой-то модели. Я про какой-то модели. Я про какой-то модели. Никто не знает. Я вам об этом и говорю. Мы специалисты в этом вопросе. Мы знаем его. Это самое глубинное. Почему наш опыт не про мобов? Объясните. Я могу просто, мне интересно. А ну скажите, мы не встречались или еще летом? И не было летом было, что давайте поговорим о программе. Не было этого летом. Вот на втором этаже в кабинете мы собирались. Послушайте, да. Подождите. И депутат Пустовиц сбрасывал вау. Мы встречались. Подождите. Только нам было дано, нам было дано предложено 100 тысяч. А вы разработали программу на 18 миллионов. Понимаете? А вы сейчас говорите. На данный момент, секундочку. На данный момент. Я так понял. Приходили с драматворства, с других городов. Вы слушайте нас. Вы приняли программу, которую можно назвать, которую можно назвать. Мы выбрали программу. А сколько можно готовить защитники? Вы же готовите, а вы срадаетесь. Вот смотрите, хорошо. Следующий вопрос по программе. Вы работали с Харьковским КП? Как он правильно назвался? Центр обращения животных. Центр обращения животных. Вы с ней работали? Да. В четверг только приехали оттуда. Не знаю. Я так знаю. Я категорически против работы Харьковского центра. А почему вы с ней работали? Откуда вам сказали, что мы с ней работали? В смысле? Так это не для кого-то скажет. Вы сами говорите. Мы работали. Она изучает. Я изучаю. Я изучаю. Я изучаю. Вы работаете. Вы посмотрите, что это за цепь. Я знаю. И меня эти цифры точно так убили, как и все остальные. Так они вообще вращаются. 70 тысяч. 70 тысяч. Вот реализация трупов. Это на этом предприятии. И это точно будет точная копия. Все равно. Не превращаем наше заседание. Да вы вообще-то высказаться не даете никому. Сейчас. Ну пусть один человек высказывает. Там никому не дают. Но она закончила. Она не закончила. Ну пусть говорите. Она вы еще перебиваете. Девушка, секундочку. Это официальная комиссия. Никого не перебивайте. Она ведет комиссию. И пожалуйста, не устратитесь базара. Давайте по очереди все. Есть вопросы. Подъяли руки. Мы же не просто так с удержкой. Спасибо человеку вообще не дают рассказать. Понимаете? Вы хотите обратить внимание и рассматривать дальше не было? И когда человек встает выступать, пожалуйста, представьтесь. Такую организацию вы представляете. Фамилия, имя, отчество. Чтобы мы могли протокольно достукать. Это так, я вы на вас смотрю, а вы на меня. Докладчик известия. Я представила, что я могу третье рассказать. У нас вы же протокол пишут. С удовольствием еще раз. Наталья Титомир, председатель благотворительного фонда ДРУГ. Город Краматорск. Общество защиты животных. Город Краматорск. А славянский кто? И вам? Город Краматорск. Город Краматорская группа. Дай шанс. Город Краматорск. Город Краматорск. Скажите, пожалуйста, регион. Одному. 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 Девчата, я понимаю так, по этой программе, я давно занимался, не в вопросах, но мы еще, говорят, далеко были отсюда. Так я вот хочу сказать, что вы открыли программу и говорите, мне пункт такой-то, такой-то, поясните, второй пунктом, 20-30 пунктов, вы по пунктам, по этой программе, которая разработана сегодня, как проект. Это проект. И вы по этому проекту должны, вы скажите, мне вот этот пункт пятый, поясните, пункт десятый, пункт один, чтобы это не было базара. Вы поняли? Мы ничего не строим. Мы ничего не строим. Мы с вами должны, я наоборот рад, что Краматорчане здесь, что мы совместно, как бы, объединенно эти вопросы будем решать. Правильно. Все. Есть еще у вас что-то сказать? Что-то в программе, да. Просто маленький и маленький комментарий по Харькову. Сейчас собирается петиция против Харьковского центра полученного с тваринами, общеукраинская. Этот центр ненавидит вся Украина. Я вот это кладу секундочку. Я принесла пару статей из средств массовой информации, просто чтобы вы знали, с кого брали пример. Так, на секунду. Мы его видели, вы видели эти все статьи. Супер, замечательно. Это был просто комментарий. Следующий вопрос по программе. Скажите, пожалуйста, Лариса Владимировна, в пункте номер 2, парадраф 2, номер 12, зазначено. Пробедение заходов, бідлови, сбору та повереннення безпритульных тварин на поверенні місця иснувания, в том числе автотранспортные послуги и в 15-м пункте витрати на сбор та утилізацию трубих тварин. Ци заходы вы планируете здействовать с 2017-го року, але нема, не передбачено жодної копейки на цей период часу для отримания, стерилізації тварин, а також не заклали кожи на форум, вакцинацію та добля. Вот вопрос. В 2017-м году мы уже выделяем деньги на утилизацию трупов и отлов, и не выделяем деньги на форум, вакцинацію и стерилизацию. Можно ответить? Да? Можно ответить? Конечно. Для того, чтобы выделять деньги кому-либо, нужно создать это то, которое будет заниматься этим. Я еще раз объясняю вам, что в первую очередь нужно создать правовое поле. Это нужно создать коммунальное предприятие, которое будет заниматься. Сейчас 16-й год. Нужно создать предприятие, набрать штат людей, предусмотреть в бюджете эти деньги. Нужно найти помещение, если это помещение. Если это не помещение, программы, между прочим, я все предусмотрела, что, может быть, это отдельно стоящее помещение, тогда одни расходы будут. Если это не отдельно стоящее помещение, а нужно строительство приюта, то это нужно выделение земельного участка через аукцион или не аукцион. Это разработка детального плана изменения в генеральный план. Вы поняли? То есть сразу это все ничего не будет. Сначала нужно юридическую основу подготовить. А потом уже, когда это все будет создано, тогда выделять деньги на уже кормежку, на клетки, на приобретение вакцин, на все остальное. Для этого нужно время, время. Замечательно. Вы не ответили на вопрос. То есть вы заложили деньги, на все, что вы сказали, юридическое выделение, оформление КП, выделение земли, и всего прочего. Но вы сразу же заложили деньги на ведлов, сбор, повыргнение беспритульных тварин. Вы заложили их уже 123 тысячи, правильно? 20 тысяч, 18 тысяч. 18,8 тысячи заложено в бюджете на отлов животных. Сейчас в бюджете заложено. Хорошо, куда вы их будете помещать, если у вас нет ни одной копейки? 18,8 тысячи пока идут на коммунальное предприятие, АКФБ, они уже есть в бюджете. Они просто предусматривают, что приблизительно та же самая копейка. А вот на 18-й уже 30 тысяч. Не 18-й, а 23 тысячи уже заложили на отлов. Правильно? Можно вопрос задать? Есть жиры? Есть жиры? Мы как раз сейчас работаем с властью над тем, чтобы программу... Мы собирались ее выносить в феврале на сессию. Что только сессия? Мы работаем с нашей властью очень долго, уже не первый год. И мы сейчас дошли до того, что мы уже вместе нашли общий язык, а не услышали нас. Мы поняли их проблему. И мы вместе сейчас уже двигаемся. Тут документ, который устраивает и власть, и нас как зоозащитникам не получилась лишена. Уважаемые, уважаемые господи. А вопрос еще можно? Я вижу, что этот вопрос очень сырой, да? Очень сырой? Очень сырой. Я снимаю его с повестки дня. И мы не выносим на сессию, не рекомендуем на сессию. Будем работать. Все, спасибо. А что работать? Спасибо вам всем. А что работать? Вы вот сейчас классные. А детей собираем. На горке чешки будут. Что делать? Дихо, дихо, дихо. Еще раз хочу сказать. В связи с тем, что вопрос не готов. Значит, сейчас проголосуем. Вопрос не готов. Он сырой. Надо его доработать. Очень много есть вопросов по этому слову. Снимаем мы с повестки дня. Кто за это? Прошу проголосовать. Можно, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не успел сказать пару слов. Скажите. Уже можно? Так, значит, ну, опять-таки, по поводу прогноза. Хорошая, она плохая. То, что сейчас общественность подключилась, ради бога, обсуждайте, говорите, потому что временная тема обсуждать есть. Опять-таки, концепция, да, по всему пути пойти. Вот, в этом направлении. Основной должно быть все-таки законодательство Украины. Те законодательства, которые существуют у нас. Конвенции, безусловно, они хороши. Международные, там, в гуманном отношении. Все это я понимаю. Рад был бы, чтобы у нас это все работало в жизни. Однако могу сказать следующее. Наверное, результатом этой программы должна быть безопасность. Правда, да? Первичная. И все-таки то, чтобы гуманное отношение к жилу. Как это все поменять? То есть, я честно вам скажу, когда мне говорят в Европе вот так, вот так, вот так, будучи в Европе ни в одном городе, честно вам скажу, я не видел бегающих собак с щипами по городу. Это раз. Второе. Когда общественники говорят о том, что в гуманном отношении, наверное, они договаривают следующий факт, что после проведения операции собаки, которую мы сделали, да, как называется, церилизация, согласитесь, вы, наверное, становитесь, что собака в разы становится агрессивнее. Кто? Или нет. Вот это собак в глазах. Подождите, я собак не видел, да. Да, я собак, я понимаю. Я задал вопрос. Спокойтесь, что вы такие нервы. Да, я задал вопрос, ладно. Вы не согласны, она становится добрее. То есть, я понимаю следующее, что мы, здесь два направления, да? Здесь два направления. То есть, собак изымать с улицы и отвозить в питомник, либо, как предлагает общественность, чиповать и пусть бегают. То есть, я хотел бы это... Нет, нет, нет. Есть другие направления. То есть, я бы хотел бы, чтобы вы нас послушали. Давайте послушаем. Направления какие? Владимир Михайлович. Вот. Я хочу сказать, что мы еще поговорим на эту тему. Не готов, ладно, я готов дискутить, потому что это не срочное мероприятие. Супер. Но я готов... Давайте поговорим в конце до концов. Давайте поговорим на эту тему. Еще раз говорю. Я же... Если создадим рабочую группу и поговорим, и обсудим. Не на таком большом собрании. Поговорим. Это не собрание. Вы не будете говорить. Я знаю, о чем будет говорить рабочая группа. Приблизительно. Потому что мы эту тему обсуждали уже не раз. Я просто говорю, что для меня важно, что? Чтобы не было собак на улице. Вот это основной негатив. Как этого добиться? Одними беседами с собачками. Вы же не убедите их. Не кусать в прихожих. Не кусать почтальона. Правильно? Веснись культурно собак. Это вы можете мне сказать. Придевать претензии, что я там живодер и хочу замучить собак. Это вы можете. Но с собаками беседовать никто не будет. А претензии звучат мне как в городском голове, в том числе и другие. Что мы не можем обеспечить сегодня безопасность на городе. Ваша программа обеспечивает наличие животных на улице. Сейчас, вадим вас. Наличие. Одно слово. Вот смотрите. Наша программа, которую мы выстрадали уже за эти годы. Мы объездили всю Украину. Понимаете? Мы увидели проекты, которые реально работают. До Европы нам реально далеко. Понимаете? Мы не берем Европу за основу. Мы берем те города, которые с нами сопоставимы. Это Луцк. Это те же 200 тысяч населения. Это примерно такой же бюджет. Там программа работает. Она успешна. Мы берем за пример Львов. Да? Больший город, конечно. Но КП маленькое. Мы берем их за основу. Понимаете? Дальше. Мы не собираемся, чтобы владеть собак. Наша цель такая же точность. Чтобы собак не было на улицах города. Абсолютно верно. Второе. Второе. Существенный недостаток ваших программ. Она сильно дорогая. За эти деньги в 10 раз меньше. Можно сделать лучше и качественнее. Совершенно верно. Живот их будет меньше. Понимаете? Я вам могу сказать один выход. Первый выход. Я вам, во-первых, хочу сказать, что посещение Харьковского питомника и центра, назовем это, центр, у меня произвело нормальное, хорошее впечатление. Ну, потому что вы были только в первой части. Во всех я был. Во всех частях. Во всех частях. Во всех частях я был. Это первое. Это первое. Это первое. Теперь дальше. Я, мне выходили питомника центра. Опять же, что сказать питомник, опять это. Сказала, что могу с вами на бутылку шампанского поспорить, что ни одной собаки в Харькове, в Миленике вы не встретите. Не найдете. Кроме правонзоны, кроме правонзоны где-то там на территории. То есть результат этой программы работы тоже есть. То, что она говорит, у нас есть постоянно с общественниками состыковки и война, потому что они считают. Но были они и в Одессе, и в других городах, и во Львове. К ним приезжает много делегаций. По перенятию этого опыта. Поэтому я сегодня не готов дискутировать там, ну вот честно скажу, деваться в подробности. Но можно посвятить другим, намного решенным способом. Заключить договор с Харьковом на отлов собак и вывоз их из города. Харьков согласен. Это сделано. И к этому цене направлено, организовано. Теми автомобилями, которые входит в ваше предприятие. Да почему же мы их раньше не предложили, когда на обговоре, подождите, на обговоре время оно было. Я честно вам хочу сказать, я уже распоряжение отдал. Да как не стали, интернет весь пестрит. Да мы дали. Что мы дали? Что мы дали? Мы дали. Мы дали. Я за свое представлено. Представлено, я готова. Так что? Давайте мы представим альтернативный проект сейчас, чтобы Владимир Михайлович послушал. Чтобы депутаты послушали. Значит, давайте так, мы решили о том, что мы снимаем этот вопрос и дорабатываем его нормальным спокойствием. Затем выносим его опять. Хотите на такую комиссию, хотите мы какую-то другую создадим. Значит, и будем еще раз... Так для этого нужно создать рабочую группу и нужно принять решение. Еще раз, зачем это рабочая группа? Есть человек, это самое, есть специальник Лариса Владимировна. Пожалуйста, все предложения, все ваши замечания давайте туда, потом сосредоточим. Можно или нельзя? Да, пожалуйста, только быстрее, у нас 17 вопросов на комиссии. Хорошо, хорошо, разрешите. И мы уже 45 минут обсуждаем. Да, я по сути, постараюсь, по сути. У нас принципиально иной подход к регулированию численности бездомных животных в населенных пунктах, как городских, так и сельских, нежели у Харьковского центра обращения с животными. Еще раз говорю, мы закончили этот вопрос. Из уважения к общественной организации, пожалуйста, дайте две минуты. Я очень сожалею, что Вадим Михайлович вышел, потому что нам было бы неловко друг другу смотреть в глаза, потому что мы иной подход ему представляли год тому назад. Мы договаривались о том, что он поддерживает наш подход, и сейчас я понимаю, что ему пришлось ретироваться, потому что, ну это неправда, о том, что вот только Харьков и только вот отлов, безвозвратный отлов бездомных животных работает с бездомными животными. Наш подход – это работа с владельцами животных. Помимо работы с бездомными животными, на две трети это должна быть работа с владельцами животных. И поэтому не может быть регионального вообще коммунального предприятия, либо приюта. Это глупости, это вообще противоречия. Это сервисы. Мы можем предоставить владельцам сервисы для того, чтобы они не выбрасывали животных. Наша работа от волонтеров общественной организации ежедневная, постоянная состоит в том, что мы подбираем выброшенных животных. Домашних. 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 И раз мы говорим о сервисном центре, он должен быть удобен для громады и для членов громады. Понимаете? И поэтому выносить вот туда, это означает прятать. Прятать деньги, прятать животных, прятать сотрудников некомпетентных и прятать документы, прятать учет. Ну вот туда, на честное сооружение. По нормам 300 метров от жилья. А мы не говорим о приюте, минуточку. Я вообще противник приютов. Не нужно поместить, чтобы с ними поработать. Да. Но только не надо 200 собак помещать. Нужно быстро их обращать. Быстро. И большую часть. А почему не на территориях брошенных заводов? Чтобы вас делать работники. Чтобы вы были. Константин Николаевич, собак 200 баллов. Спасибо большое. Кто их кормить будет? Того. Благодаря только им. Да, конечно, не кормить. Да что вы говорите. Да, где вы были. Да, где вы были. А где вы были. Да, где вы были. Мы-то там были. А вас я не видела там. Мы уже не раз обратимся к этому. Вы расскажите. У меня просьба к депутатам. Пожалуйста, давайте создадим рабочую группу. Потому что вот эти разговоры, о котором говорит Константин Николаевич, это все, извините, фа-фа-ля-ля. Давайте официально создадим рабочую группу. Письмо создавайте. Письмо. Письмо создавлено уже. Там есть состав рабочей группы, которую мы просим вас организовать. Оно у вас на столе лежит. Посмотрите, пожалуйста. Там представители исполнительных. Письмо. Продолжение следует.